МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные события этого дня в материалах корреспондентов Первого Крымского в эфире «Время новостей». Смотрите выпуски. Нам нужно действительно думать о наших детях, внуках, правнуках. Мы живем у себя на родине, и мы должны принимать участие. Отказ от политики пустых рассуждений и оказания реальной помощи народу в республике создали фракцию крымско-татарского Курултая. Мы все хорошо смотрим, мы очень рады, что будет стройка, и работа будет. Шаги к будущей энергонезависимости. В Симферопольском районе презентовали проект новой теплоэлектростанции. У нас только сейчас начинается формирование всего. Я думаю, в течение недели мне доложит новый глава департамента, и мы это быстро наведем порядок. Легализовать автомобильные парковки и мойки в столице Крыма задумались над законностью этого бизнеса. В Москве прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Договор о его создании недавно исполнилось 15 лет. Именно это образование послужило примером для организации таможенного и впоследствии Евразийского союза. Главы братских государств Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили общее мнение, что нужно укреплять и без того тесное сотрудничество во всех сферах деятельности двух стран. От торговли до научно-технических разработок. Особенно такая кооперация важна в последнее время, когда Россия и Белоруссия сталкиваются с некоторыми трудностями на международной арене. Укреплению интеграционных связей призван способствовать еще один важный документ, который мы рассмотрим сегодня. Это проект постановления Высшего госсовета о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития союзного государства на среднесрочную перспективу на 2014-2017 годы. Важную роль отводим взаимодействию регионов. Примеров сотрудничества множество. Это и нынешняя реализация крупнейшего инвестиционного проекта в сооружении Белорусской АЭС и взаимодействие в области прикладных космических исследований. Кроме того, Россия и Белоруссия удалось увеличить свои доли в торговле на рынке между двумя братскими государствами, несмотря на внешнее противодействие этим процессам. Убежден, что у наших стран есть безусловное понимание необходимости дальнейшего развития нашего проекта и самое главное – видение его перспектив. Мы продвинулись настолько далеко, что будет непростительно с точки зрения народов наших государств потерять темпы движения вперед, тем более создавать искусственно какие-то разборки. В этом контексте сегодняшнее заседание ВГС призвано стать этапным, поскольку один из центральных вопросов повестки дня – утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития союзного государства. О трудовой дисциплине напомнил крымским министром глава республики Сергей Аксенов. В ходе аппаратного совещания он подчеркнул, что все распоряжения, которые доходят до министерств и ведомств, должны оперативно и результативно рассматриваться. Если же такого не будет, нерадивым чиновникам придется поплатиться должностью. Зачастую у нас с вами, знаете, как происходят перекосы определенные. Принимаем кучу решений. После этого, как только решения начинают спускаться, они же вице-премьера по нашей, так сказать, должностной ступенькам. Все на этом дальше глохнет ситуация. Добиться какого-то решения просто невозможно. Ситуация неприемлемая, коллеги. От нас ожидают четких системных действий. Да, то есть с тем, чтобы все понимали, что есть власть не только в лице сегодня председателя госсовета Владимира Андреевича, меня или Олега Евгеньевича Беловинцева, а есть еще и руководители, профильных министерств, ведомств и так далее. Грядет еще одна волна выдачи паспортов. На этот раз гражданство России смогут получить все те люди, которые на протяжении 23 лет не могли оформить даже украинское. Речь идет о вернувшихся на полуостров после депортации гражданах, подпадающих под указ президента, о восстановлении прав репрессированных народов. По российскому законодательству срок их пребывания на территории нашей страны истек. Однако этот случай особый. Правительство Российской Федерации и Республики Крым обещают, никаких неудобств для таких граждан не будет. Наша основная задача – это правительство, чтобы люди сегодня чувствовали себя комфортно и не подвергались каким-то сегодня взысканиям административным. 23 года люди проживали, имея гражданство Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. И сегодня российский Крым нашел решение для этой категории граждан, чтобы они сумели воспользоваться всей полнотой, которую дает институт гражданства. Сейчас уже готовится постановление федерального правительства, которое должно разрешить проблемы этих людей с получением гражданства. А крымские власти тем временем начинают составлять соответствующий реестр. Таких граждан в Крыму около 4 тысяч. Однако точная цифра будет известна к середине марта, после введения в действие электронной базы данных. Когда такую базу подготовим, эта база будет включать в себя, в том числе и по просьбе Министерства образования, Министерства здравоохранения, всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей и пенсионеров. И это нам покажет общую картину сегодня по республике и позволит после того, когда уже на федеральном уровне будет принято соответствующее постановление, охватить буквально всех граждан, которые в этой ситуации оказались. В республике создали фракцию Крым. Она состоит из 105 делегатов Курултая. Такое представительство позволяет созвать внеочередное заседание представительного органа крымско-татарского народа в апреле-майе этого года. Там будет дана оценка деятельности Мустафы Джимилева и Рифата Чубарова. Дистанционные борцы за свободу уже давно находятся за пределами полуострова. Однако, по факту, все еще имеют должностную привязку к Меджелису. В новообразованной фракции хотят это исправить. Ситуация, при которой о судьбе крымских татар якобы очень сильно переживают по скайпу, неприемлема. Учитывая невизной статус недавних лидеров Джимилева и Чубарова, а также их деструктивную политику, смена руководящего состава Меджелиса – естественный процесс. Сегодня наш председатель Меджелиса находится на материковой части Украины и оттуда постоянно по скайпу дает указание, как себя вести, куда идти, зачем идти. А что стоп, только стоп и все. Знаете, для нас этого делегата это неприемлемо. Потому что мы строим свою жизнь, мы ставим планы на свою жизнь, как и любой человек, куда пойдет дочка учиться, сын пойдет или куда в армию заберут и лишит. У народа тоже должна быть своя дорожная карта. В планах фракции КРМ сделать то, о чем при Украине тогдашние крымско-татарские лидеры только рассуждали, а именно придать официальный статус работе Меджелиса и оказывать людям реальную поддержку. Иначе быть не может. Пришло время реальных действий. У нас идет жизнь, жизнь налаживается. И если не будет связи, я вот вернусь назад, между населением, делегатами и исполнительной власти, откуда кто будет из власти знать, где нужно сделать дорогу, где надо поселить асфальт, провести газ или что, если не будет прямого контакта. В том, что крымские татары сейчас политически активны, большая заслуга федеральной и республиканской властей. Такой совместный подход – шанс оперативно сделать работу над ошибками в 20 предыдущих лет. Нам нужно действительно думать о наших детях, внуках, правнуках. Мы живем у себя на родине. Мы должны принимать участие. И жить здесь для того, чтобы действительно наши, как говорится, внуки, правнуки нас потом не проклинали за то, что мы сегодня сделаем какой-то неправильный выбор и неправильный шаг. Объединение Крым будет работать с общественностью, чтобы люди активно участвовали в выборах. Представитель новосозданной фракции планируется звать национальное собрание крымско-татарского народа в течение двух ближайших месяцев. Артем Артеменко, Олег Черемисин, Время новостей. Власти Судака в максимальном объеме очистили территорию урочища Капсель. Начатая в феврале этого года, акция по сносу сооружений на полянах протеста продолжается. Депутатские комиссии не раз обсуждали этот непростой, но актуальный для всего Крыма вопрос. И граждане, самовольно занявшие участки в рекреационной зоне, согласились с необходимостью освободить их от незаконных сооружений. На сегодняшний день этому пришел конец. На уровне правительства Республики Крым и, соответственно, на уровне местного органа самоуправления, совместно с администрацией Судака с депутатским корпусом, проводятся такие мероприятия по наведению порядка и поставить крест на этих всех захватах. В Симферопольском районе построят новую теплоэлектростанцию. Функционировать она будет за счет газа, который намерены доставлять с материка. Благодаря ТЭС Крым сможет обеспечить себя электричеством в полном объеме. По предварительным расчетам строительство станции планируют завершить в 2017 году. Ольга Чернова проживает в Строгановке. Там периодически бывают перебои со светом. Поэтому даже веерные отключения для местных жителей не показались чем-то необычным. По словам женщины, отсутствие электроэнергии приносит массу неудобств. Поэтому она положительно отреагировала на новость, что в Симферопольском районе будут строить ТЭС, даже несмотря на то, что она будет находиться в километре от ее дома. Электричество есть, но, конечно, иногда выключают. Вот Денисовка, Ивановка отключали было. Не было света. Мы сидели по 8 часов без света. Работники строительной компании провели слушание, чтобы узнать мнение и других людей. Больше всего граждан волнует экологическая сторона вопроса. Местных жителей сразу же успокоили. Угрозы электростанция нести не будет. Заработает она за счет природного газа, который планируют доставлять из Кубани. Вот до первого озера, до школы, если в Денисовке школа, вот здесь полтора километра. До Строгановки, с учетом того, что станция смещена к дороге сюда, которая идет на трудовое, то расстояние до выхлопа также получается у нас почти полтора километра здесь. То есть нормы все полностью, естественно, выдержаны. Ну и, естественно, весь проект будет проходить экологическую экспертизу. Представители же местной власти больше всего беспокоило то, что при строительстве ТЭС будут повреждены дороги района и загрязнены водоемы, которые используются для полива огородов. Просим, чтобы произвели капитальный ремонт дорожного покрытия после завершения строительства, так как данное покрытие будет повреждено. И просим осуществить чистку ставков номер 191 на территории между селами Денисовка и Строгановка. Мы понимаем, что это восстановление тех дорог, которые будут в процессе строительства, естественно, изношены и разрушены. Это, я думаю, вопросы с водоснабжением. Мы уже проводили предварительные обсуждения с жителями данных населенных пунктов, встречались, общались и знаем проблематику досконально. Также не оставили без внимания тот факт, что на месте, где планируют строить ТЭС, необходимо провести археологические исследования, чтобы не навредить возможным памятникам культуры. Взвесив все плюсы и минусы, жители Симферопольского района поддержали масштабное строительство. Мы все хорошо смотрим, мы очень рады, что будет стройка, и работа будет, все. Мы просто очень сильно переживали все люди, чтобы никак, чтобы никак экологию эту подняли. Абсолютно положительно отношусь к строительству этой теплоэлектростанции. Во-первых, я понимаю, что это развитие инфраструктуры однозначно. Это увеличение рабочих мест на селе. Это молодежь будет стараться идти учиться. Мощность ТЭС будет почти 500 мегаватт. Построят ее возле села Трудовое. Станция будет располагаться на площади в 43 гектара. Экологическая экспертиза подтвердила, что землям, которые будут находиться рядом с ней, вреда нанесено не будет. Люди приветствуют строительство станции по ряду причин. Первое – это рабочие места. Второе – это, возможно, улучшение инженерной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения. Стоимость проекта до конца еще не рассчитали. Все затраты по строительству возьмет на себя федеральный бюджет. Симферопольскую теплоэнергостанцию подрядчики намерены строить три года. Ее работа сможет обеспечить электроэнергией весь Крым. Точно такую же ТЭС планируют установить и в городе-герой Севастополя. Дмитрий Попов, Сергей Евсейв. Время новостей. Перевести работу симферопольских автопарковок в правовое русло. Такая задача поставлена перед городскими службами на совещании в администрации крымской столицы. По данным муниципалитета, пока ни один из таких объектов не имеет законных оснований для деятельности. Алексей Щербак подробнее. Городские парковки, а точнее их невнятый правовой статус, давно стали притчей во языцах. Симферополь не готов пропустить через себя такой поток машин, говорят сами автовладельцы. Ужасная, ужасная ситуация. Вот как вступили в Россию, появилось очень большое количество машин на дорогах. И в городе. Город совершенно не справляется с таким потоком машин. И что будет в следующем, с каждым годом увеличения этих машин, не знаю, надо что-то с этим делать. Весь этот транспорт надо где-то парковать. По словам главы администрации Симферополя, ни одна городская парковка не имеет на сегодняшний день официального права на этот вид деятельности. Выход видят в создании муниципального унитарного предприятия, которое объединит все парковочные площадки. Сейчас, вот как таковых, сказать, что что-то кто-то делает законно, я не буду, не могу. У нас сейчас только начинается формирование всего. Я думаю, в течение недели мне доложит новый глава департамента. И мы это быстро наведем в порядок. Мы сейчас создали МУП, чтобы назначили директора. В течение недели, ровно через неделю я вам скажу, какие парковки. Я думаю, все мы переведем под МУПы. Все переведем, чтобы было одинаково. По самым простым подсчетам, пока все парковки не будут подчиняться единой структуре, потери городского бюджета составят до 80 миллионов рублей в год. Финансовые нарушения в этой сфере видны невооруженным взглядом. Суд вопроса. Людей обелечивают пустыми чеками, как они говорят. То есть это на кассовые чеки, которые там за собой несут любую значимость. Порой доходит до анекдота, подтверждает начальник департамента городского хозяйства. На автовокзале города Симферополя выдавали чек, не поверьте, Макдональдса. Я его просто не снял. Я читаю Макдональдс, иди сюда, говорю. А кому вы даете? Ой, извините, я перепутал. Он дает, все попало. Там даже чеков нет. Коммунизм дает, на, потому что я спросил, дайте мне чек. На, он пошел, подождите, иди сюда. Он когда увидел, что я стал читать, он куда-то пропал. Снял железку и пропал. Его просто не стало. Я его так не нашел. Сами автовладельцы также не спешат пополнять городскую казну. Несмотря на то, что на площади Советской давно оборудована парковка, она обычно стоит полупустая. Автолюбители предпочитают ставить своих железных коней по старинке, вдоль обочины. Как результат, две полосы движения в минусе и регулярные пробки в плюсе. Невозможно найти финансовые концы и в работе симферопольских автомоек, ставших весьма привлекательным видом бизнеса, говорят в администрации. Деньги, как и вода на этих мойках, в прямом смысле слова утекают сквозь пальцы. Официально по данным нам у нас их 38, неофициально 238, но это мы не проверили еще даже половина города. И эти все мойки являются рентабельными. Помимо прямого ущерба от налоговых непоступлений в городской бюджет, есть еще одна сторона проблемы. По подсчетам администрации, 150 тысяч кубометров воды в сутки, используемой Симферополем, свыше 70 тысяч кубов расходуют автомойки. Из 38 официальных предприятий лишь три используют систему замкнутого цикла, позволяющую многократно использовать одну и ту же воду. Остальные же, даже купив очистные системы для получения лицензии, попросту их не используют, вовсю качая воду из городских систем. Алексей Щербак, Александр Смычек, Время новостей. Место желанной пристройки к дому – бетонная коробка стоимостью в 224 тысячи рублей. Получив крупную сумму от жительницы Симферополя, одна из местных строительных фирм решила до конца не выполнять свои обязательства и не сдавать объект в эксплуатацию. Чуть позже предприятие и вовсе ликвидировалось. Женщина в отчаянии, ведь она хотела всего лишь расширить свои скромные квадратные метры. Сейчас она вынуждена ютиться в однокомнатной квартире с родственниками, подсчитывая убытки и доказывая свою правоту. История началась год назад, когда Лариса Левчук решила забрать к себе из Волынской области родителей, маму инвалида второй группы и одинокую слепую тетю. Кроме того, женщина с добрым сердцем поддерживает и привечает дома братьев наших меньших – уличных кошек и собак. Чтобы более комфортно можно было разместиться в однокомнатной квартире трём родственникам и некоторым животным, она решила сделать небольшую пристройку к дому – 2,5 на 5 метров. Казалось бы, заветная мечта так близко. Получены все разрешения на начало работ. Есть нужная сумма. Оставалось лишь дело за малым – найти строителей. Знакомый из ГАСКО посоветовал услуги одной местной строительной фирмы. Женщина согласилась, и вскоре между ними был заключен договор. Работа закипела, но ненадолго. Компания «Вива» – 266 тысяч рублей. Люди стали выходить на работу первых буквально 3-4 дня нормально, а потом начали выпивать на рабочем месте. Практически не работали. С утра выпивали, а потом здесь в полисаднике тепло было, отдыхали. Я забила тревогу, начала бегать в ГАСКО, жаловаться. Говорили, что меры примут. Примут. Но всё это длилось в течение месяца. Перекос фундамента, неровные стены и огромные щели – всё это вместо заказанной и оговоренной пристройки к дому. Внутри строения ещё хуже. Крыша течёт, а вместо нового дверного проёма – старое окно. Вот таким образом я перемещаюсь с пристройки в комнату. И обратно. Сама поставила вот эти ступенечки, как бы камни, чтобы передвигаться. Пока другого варианта у нас нет. Как видно, к выполнению своих обязанностей фирма-подрядчик, мягко говоря, отнеслась халатно. Как говорит хозяйка строения, объект регулярно посещал прораб. На замечания он не реагировал. Да и задача его основная была – получить деньги. 111 на крышу, 25 тысяч на бетон, 40 тысяч – кладка стен плюс материалы. Общая сумма, с которой Лариса рассталась, впечатляет – 224 тысячи рублей. Знакомые посоветовали женщине обратиться в профильный институт, чтобы специалисты дали свою оценку безопасности и состояния строения. Полученные результаты были очевидны и неутешительны. Состояние три – непригодное к нормальной эксплуатации. Второй экземпляр экспертизы Лариса вручила при встрече директору фирмы. А все свои претензии по устранению недочётов она в письменном виде отправила по адресу организации, указанному в договоре. Но послание вернулось обратно. Узнать причину этого она отправилась выяснять лично. На этом всё и закончилось. После полученной суммы, не выполненных до конца обязательств, от строительной фирмы её директора пропал след. На телефонные звонки женщине никто не отвечал. Нам удалось связаться с руководителем предприятия. Я не работаю там с того года на этом предприятии. Предприятие ликвидировано. Оно не перешло по новому российскому законодательству до первого числа. Поэтому оно уже не работает давно. Это во-первых. Во-вторых, все нормы там были соблюдены. В отчаянии женщина обратилась со всей своей документацией в правоохранительные органы. Она намерена отстаивать свои права в суде и считает, что данный случай не единичный. Поэтому готова сотрудничать со всеми, у кого есть претензии к работе данного предприятия. Ольга Савенко, Денис Тищенко, Время новостей. Сохраним уникальную природу Крыма. Это название выставки, которая открылась в Министерстве экологии и природных ресурсов республики. Фотокартины, пейзажи создаёт Алексей Серебряков, единственный в Крыму фотограф, работающий на дельтаплане. Первыми зрителями стали ученики одной из симферопольских школ. Об их впечатлениях расскажут наши корреспонденты. Фантастические пейзажи, причудливые изгибы горы, бескрайнее море. Кто-то говорит, что это Исландия или Новая Зеландия, забывая о том, что это Крым. Здесь нет фотошопа, зато есть умение автора запечатлеть нужный момент даже с высоты птичьего полёта. Школьники внимают каждому слову мастера. Ведь любая работа – это не просто фотография, а целая история, которая уже обросла легендами. Вот это, например, проскифское золото. А здесь, если включить воображение, можно увидеть спящего дракона. Мыс Хамелеон, который по сравнению с Карадагом, совсем маленький. Здесь имеет тоже такое очертание. Видите? Да они все вот так идут. Да, да, да. Многие снимки сделаны в так называемые золотые часы. Время рассветов или закатов – такие моменты длятся мгновения. Поэтому для фотографа особая удача остановить его затвором камеры. А лучшая награда – горящие глаза зрителей. Закаты, рассветы – это просто не объяснить словами. Вот горы разные, горы, четвердак, кородак. Автор, который их снимает, просто не объяснить. Некоторые кадры уникальны тем, что сделаны с высоты птичьего полёта. Алексей Серебряков – пилот сверхлёгкой авиации. Управляя дельтапланом, успевает запечатлеть красоту полуострова. Сколько я уже здесь живу, но я ни разу такого не видел. Поскольку это фотокартины и такое существует в жизни, я думаю, главное для нас – сохранить это, чтобы оно осталось не только на картинах, а чтобы следующие поколения могли это видеть в жизни. Сохранить уникальную природу полуострова – именно так звучит главный посыл выставки, которая проходит в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма. И такая инициатива детям пришлась по душе. Дети, глядя на всё это богатство, естественно, учатся более бережно относиться к природным ресурсам, к нашим богатствам природным. Вот это наша основная, наверное, цель. Фотограф Алексей Серебряков не читает школьникам нравоучений. Простым языком рассказывает о том, как туристы засоряют дикие крымские пляжи. И сравнивает мир с зеркалом, чистое отражение в котором зависит от каждого из нас. Может быть, гора Клементьева и Тихая бухта, и холмы окружающие действительно останутся у нас в Крыму заповедником, рая заповедником тишины, шелеста травы, шума ветра, плеска волн, не шума моторов. Выставка будет проходить в течение месяца. За это время её смогут посетить ученики из разных школ полуострова. Оксана Куприянова, Игорь Романенков. Время новостей. Прекрасная половина оказывается ещё и сильная. Воспитанницы Крымского высшего училища Олимпийского резерва успешно выступили на первенстве России по боксу среди юниоров. Оно состоялось в Салавате и собрало в общей сложности порядка 200 человек. Это относительно новая для Крыма дисциплина, стремительно набирает обороты. Перспективы наших спортсменок на общероссийском уровне видятся вполне радужными. Продолжат наши корреспонденты. Кто-то играет с куклами, а для кого-то лучший друг – боксёрская груша. Так получилось с Юлией Евграфовой. Решительный характер, помноженный на желание решить всё и сразу, становились причинами многих конфликтов в школьные годы. А теперь это неотъемлемая часть её спортивного настоящего и будущего. Первенство России стало первым серьёзным турниром для Юлии. Было трудно, поэтому пятое место. Результат пусть и не самый лучший, но оптимальный на этом этапе. Мы с Тейном посмотрели видео, есть свои ошибки, конечно, будем над этим работать. Много ошибок, как бы ещё пахать и пахать, работать. Но будем стараться. А вот Надежде Шостак повезло куда больше. Она прошла почти весь путь на этих соревнованиях. Остановить крымчанку смогли только в полуфинале. Как итог – бронзовая медаль. Могла выступить и лучше, если бы уровень тренировок был выше. А так, как ни крути, женский бокс в Крыму – это пока ноу-хау. В Крыму не с кем боксировать. А те девчонки, которые в России, именно, они там проводят бои, как бы у них чаще, там у них спарринг-партнёры есть. А у нас здесь, как бы, в Крыму мы стоим с пацанами, но с пацанами тоже не то. Некоторые жалеют, некоторые наоборот, там, выкладываются на всё. В училище спортивные подвиги своих воспитаний всячески поощряют. Особенно на фоне того, что они уже дают результат где-то даже вопреки логике. Бокс в нашем училище занимает очень важное место. У нас хорошие традиции. И девочки, которые приехали сейчас в чемпионат России, нас, конечно, порадовали. Я думаю, что это единственное, что девочки-боксёры у нас появились только первый год. И сразу появился такой хороший результат. Теперь, учитывая отличный дебют, на всероссийских стартах задача перед нашими боксёршами ставится вполне конкретная – стабильно попадать в призовую тройку. Валерия Назириан, Андрей Трещук. Время новостей. На этом всё. Но мы продолжаем следить за наиболее важными событиями. Оставайтесь с первым Крымским. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова